приветствую всех гостей подписчиков на своем канале сегодня опять покупки я думаю что в этом году это последние покупки и все что вы сейчас увидите я купила в магазине у люсиль это будут наборчики наборчики мил хилл моя вышивальная конфетка конечно многие из них я собрала сама и не нуждаюсь в покупке а вот эти я к сожалению не могу собрать потому что в прекрасной группе мил хилл его компания к сожалению нет схем и что мне делать и раз нет схем пришлось заказать эти наборы и буду вышивать по оригиналу они просто бесподобные девочки и мальчики это новинки здесь по моему три новинки и только одна работа один набор из старых ну давайте посмотрим вот люсиль опять прислала мне пуговицы спасибо вот эти вот деревянные ну давайте мы начнем смотрите вот такие вот замечательные фламинго сейчас я выложу то что под этим набором чтобы раньше времени вам не светить а потом продолжим вот такие вот красивейшие на мой взгляд очень нежные фламинго мелхилл 14 1916 новинка 2019 года давайте посмотрим что сзади такое замечательная цветовая гамма просто шикарная вот это вот пуговичка мне кажется мне уже пора самостоятельно делать эти пуговицы вручную прокрашена причем прокрашена так знаете на скорую руку как будто это был конвейер и нужно было покрасить сразу тысячу пуговиц и этот человек красил быстро 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 но в этом и интерес как бы красота вот этих пуговиц что они выполнены так на скорую руку вручную очень красивые ниточки бисер вот здесь наборы из этой серии но единственное что хочу сказать что я не люблю это я не люблю наборы в которых нужно что-то писать вот здесь вот например сейчас покажу апрель-май цветы сердечко и пряничный домик я планирую себе тоже покупать потому что нет этой схемы в группе гибискус спасибо одной очень прекрасной девушки она сделала перри наборы прислала мне так вспомню имя скажу по-моему наталия вот спасибо огромное зрительница моя еще но не прислал еще один перри набор так наборчиков но я заказала к ним комплектующие и буду вышивать спасибо большое если сделала сама перри набор на какой-либо схемы то тоже тебе пришлю вот такой прекрасный фламинго такие фламинго вышиваются на перфорированной бумаге белого цвета я все смотрела смотрела на них думаю но заказать не заказать думану схемы нет в интернете в жизни сама не соберу их и превью превью конечно это все знают все кто вышивал мелхилл превью и конечный результат это небо и земля если не верьте купите хотя бы один картинный такой наборчик сами попробуйте и вы поймете эту разницу разница колоссальная в десять раз как минимум а то и больше я не знаю почему так происходит но вот это единственная такая фирма милхилл и все об этом говорят вот кто не вышивает мелхилл все девочки говорят о том что но все кто вышивает я имею ввиду все говорят о том что превью и конечный результат это небо и земля поэтому нежные сюжеты я люблю покупать и вообще фламинго я люблю как вы уже успели убедиться если вы подписки моего канала если нет то подписывайтесь я вам еще много чего интересного покажу вот ну это был первый наборчик мы насмотрелись я думаю вот такие вот замечательные фламинго купила у люсиль и сейчас покажу вам следующий набор невероятная на мой взгляд красивая невероятно красивая такое северное сияние так сейчас попробую вам не трясти очень неудобно так прошлое сейчас посмотрим где у нас тут год вот код 2019 милхилл северное сияние насколько помню тоже 2019 год новинка я если честно вот сколько не смотрела на этот набор так и не поняла на превью где тут пришивать бисер мета было непонятно но очень хотелось вышить это северное сияние ни одно и северное сияние мне так не вдохновила как это от милхилл может быть из-за того что такое большое небо вот это вот звездочка такие классные оттенки и давайте посмотрим красоту эту такой классный бисер и ниточки вышивается на темно-синей перфорированной бумаги и вот тут эту звездочку никак не видно но вот сейчас более или менее тоже 2019 год вот здесь еще новинки вот это сноумен пилы или пайл не знаю как сказать эти снеговики классные но я их решила самостоятельно собрать ламы это тоже новинка вот вот этот вот подарок не знаю что-то мне как-то на него душа пока что не лежит а снеговиков я очень хотела хотела именно не с не подбором вышивать а купить но и так набрала четыре набора как бы мои финансы поют романсы на себя конечно не жалко но если честно уже на покупалась я много и уже вышивать пора я конечно вышиваю сейчас туза от мелхилл кому интересно подписывайтесь следить за прогрессом я выкладываю видео раз два дня продвижение поэтому тузу туз пик шикарный набор и вот смотрите какие классные ниточки обожаю нитки мелхилл нитки dmc знаете и вот те нитки которые у меня есть dmc они отличаются по качеству от тех ниток которые в этом наборе в этом наборе наборах мелхилл они какие-то другие они нежные они практически не путаются а у меня нитки ой господи мелхилл dmc нитки dmc они у меня какие-то суховаты что ли ну не знаю даже почему так вроде одни и те же нитки а такая какая-то разница бисер у нас японский некоторые сравнивают его стоха некоторые говорят что тоха и мелхилл это вообще одно и то же вот поэтому как-то так dmc это у нас производство германия а перфорированная бумага не знаю что производство хоть у меня и есть отдельно купленная перфорированная бумага так я и не узнала кто ее производит вот такая красота но и правда это же просто ну я не знаю это заглядение коллекцию такой набор я просто мечтала о нем вот наконец-то он у меня могу вышить и радоваться вот такой вот бисер но где этот бисер мне непонятно в чем он используется это надо уже смотреть схему причем бисера тут немало я думаю что будет прям совсем чуть-чуть здесь немало и судя по всему как минимум четырех цветов бисер этот ну великолепно получится я так считаю просто великолепно красота зимнее сияние следующий наборчик прошлогодний вот такой вот уютный дом снеговичок елочка пришивной элемент даже сейчас я вам покажу вот здесь вот птичка видите красная птичка как все красиво тверка веночек или что это такое там висит такой интересный пришивной элемент этот елочка а справа на домике такое впечатление что это тоже пришивной элемент этот фонарик но скорее всего нет это вышивается с помощью бисера и ниток такая конечно красота уют напоминающий детство такой вечерний а может даже и ночной пейзаж но почему-то такой весь светлый то ли на него светит луна то ли кто-то подсвечивает это все телефоном может быть это вообще фонарь или свет от дома ну в общем непонятно почему везде темно а здесь так светло вот из трубы идет смотрите какой интересный дым все это наверное вышивается выкладной нитью мне сначала казалось что на черный или на черной бумаге он вышивается а нет посмотрите на такой вот цвета детской неожиданности скажем так классные нитки почему-то вот один пакет с бисером может я второй не вижу и у меня четкое ощущение что этот набор скрывался потому что здесь как-то он залеплен непонятно и залеплен чуть ли не прямо на нитке главное чтобы те кто его скрывал не вытащили у меня пакет с бисером а так все нормально вот здесь видимо из этой же серии судя по всему это зимняя серия да winter series зимняя серия зимняя серия 2018 года так не фокусируется вот еще мне очень нравится вот эти вот шарики шарики на синем фоне они просто классные и снеговики нравятся но вообще шарики просто бесподобны интересно есть там схема или нет надо посмотреть вообще вышить их классно еще бы вышить там елочки есть если здесь где-то в рекламе есть я вам покажу такие елочки в синих голубых белых тонах и вот эти два набора я думаю очень будет сочетаться наверное эти елочки из какой-то старой зимней серии вот классные такие нитки просто великолепие очень красиво упс мне казалось что это новинка 2019 года а это 2015 год сейчас попробую сфокусировать освещение просто жуть так что ли сделать 2015 год вот да и еще один набор из этой серии у меня есть это вот этот вот череп которые многие боятся и не хотят вышивать а это единственный череп который я почему-то не боюсь вышивать он у меня уже есть и нигде еще не видела в продаже вот эти вот магические ботинки magic shoes вот хотела собрать себе привидение но что-то испугалась значит череп я не боюсь а привидение боюсь великолепный по красоте бисер боже мой как же эту трясучку убрать лишь простите меня и вот такая вот классная большая звезда единственное что странно это то что все пришивные элементы все пуговки от милл хилл это пуговки которые сделаны почему-то в 2004 году и прилеплены тоже но видимо милл хилл сделал один раз и навсегда поэтому одно один и тот же пришивой элемент одна и та же звезда может используется сразу в нескольких дизайнах в нескольких наборах распихивают что не попадя куда не попадя и все но получается в итоге красиво замечательная такая салатовая звезда очень красивые хэллоуиновские цвета ниток а уж бисер я совсем молчу потому что красивее бисера чем милл хилл но соответственно и тоха я еще не видела никогда очень замечательные веселые тыквы тоже думала стоит ли мне вышивать все тыквы я думаю здесь вообще тоже непонятно где бисер где не бисер вот бисер только вижу на средней тыковке и немножечко вот на птичке вижу а вот так пригляделась вроде да понятно видно но здесь как бы на превью такое впечатление что бисер это то же самое что и нитки он никак не блестит никак не не выделяется а вот нужно вышить чтобы понять что это за красота но если тусклые сюжеты вышиваешь и они получаются просто невероятно красивыми то я представляю что будет если вышить вот такой вот великолепие такой таких вот классных тыквочек кстати я себе еще собрала набор на сама тыква тыква улыбающийся богини рукоделия спасибо тебе за идею вот канал богини рукоделия классный канал и вот она снимает про мелхилл и очень интересно мне было на смотреть как она вышивает эту тыкву и соответственно вот показываю вам то что вдохновилась я и накупила вот себе таких тыкв а другие тыквы одна улыбаешься а другая тоже а тыква в стиле пейсли по моему да две вот эти вот тыквы улыбающийся и в стиле пейсли я их собрала так давайте поса вот это мы уже смотрели с вами что мы только не смотрели вот еще раз прошу прощения за освещение освещение просто никакое давайте посмотрим бисер под этим освещением фонаря может быть будет лучше сверкать вот это у нас домик северное сияние посмотрите какие классные тона и фламинго во фламинго что-то как-то мне кажется много ниток мало плохо много тоже плохо да нет все хорошо мелхилл я просто обожаю это любовь была с первого отшива я хочу сказать что у большинства наверное так же любовь с первого отшива приходит к мелхилл вот но это скорее всего точно на этот год все покупки по мелхилл потому что я уже затарилась конкретно и вышиваю уже усердно и туза вышиваю и вот эти наборчики буду тоже вышивать поэтому конечно ну хватит у меня еще там пять поэтому вот всего у меня в коллекции 9 наборов и много 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 наборов которые я хочу вышить подбором уже все материалы у меня на них есть вот поэтому спасибо вам большое за внимание пойду и раскладывать бисер так чтобы потом найти где какой номер какому набору в дальнейшем он будет принадлежать всем вам спасибо за внимание если хотите дальше наблюдать за тем как будто вышиваться эти наборы смотреть на плейлисты вообще смотреть про мелхилл а также про все остальные фирмы производителей про наборы про вышивальные топы про вышивальные болталки то подписывайтесь на канал если понравились мои покупки поставьте пожалуйста лайк я буду знать что снимаю о покупках не зря всем вам спасибо за внимание еще раз и до новых встреч пока 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 пока